Здравствуйте! В эфире программа «Право знать». Вы знаете, дорогие мои гости, я все время думала, как нам начать сегодняшний разговор, а потом подумала вот о чем. Во-первых, мы все одесситы, а в Одессе принято вкусно и хорошо, плотненько кормить всех наших подопечных, наших гостей. А еще в Одессе есть такая поговорка, что ли, не знаю, может быть в шутку, худой ребенок это больной ребенок, поэтому мне очень бы хотелось, чтобы наша тема сегодняшняя, это питание всех тех, кто требует питания и находится у вас под опекой, чтобы мы немножечко рассказали всем зрителям, как это происходит, какие ассигнования на это тратятся, какие нововведения, ну давайте все по порядку. Ирина Игоревна, я, наверное, с вас хочу начать. Почему? Потому что, вы знаете, та, в принципе, революция, которая произошла в питании, в медицинских учреждениях за последнее время в Одессе, она действительно революция. И не надо нам сильно много говорить о реформах, надо просто делать то, что ты делаешь, и делать на достаточно высоком уровне. И поэтому скажите мне, пожалуйста, вот меня как-то мы с вами разговаривали, вы сказали, что вы изучили опыт других стран по этому поводу. Каких стран? Вот давайте немножечко об этом расскажите. Откуда вы заходили к организации питания и к новшеству? Марина Леонидовна, во-первых, питание в лечебных учреждениях, это не только функция питания и, скажем, содержания пациента как такового в тех или других условиях. Питание в лечебных учреждениях — это чрезвычайно важный раздел лечения наших пациентов, поддержки семьи на тот период, когда человек находится в больнице. Это, я бы сказала, определенная демонстрация социального благожелательства к этим людям. И кроме этого, это очень серьезная психологическая помощь для пациентов. Потому что мы все прекрасно знаем и понимаем, что когда наши близкие попадают в лечебное учреждение, то помимо вопросов... Мы с судочками все ходили все время с котлетками, параллельниками. Совершенно верно. Медикаментозного какого-то, скажем, обеспечения. Самая большая проблема — это покормить наших близких, когда они находятся в больнице. Конечно, когда вопрос стоит о плановом лечении и когда эта беременная женщина поступает в роддом. Вся семья занимается тем, что кто-то покупает, кто-то готовит, кто-то возит, кто-то отвозит. И должна вам сказать, что, конечно, несмотря на то, что эти, как говорят любовные наши главные врачи-куколки, они находятся в основном в атмосфере любви и понимания, но далеко не у всех эта атмосфера бывает и есть. И это превращается в мучение для иногородних женщин, которые нас рожают. То, что касается оказания срочной, ургентной медицинской помощи или медицинской помощи пожилым людям или медицинской помощи пострадавшим в тех или других несчастьях, это вообще превращается в испытание для пациента, потому что, когда человека мы лечим, и при этом он голодный, это бессовестно, это ужасно и это недопустимо. Ну, иногда даже лекарства есть такие, которые на голодный желудок нельзя принимать. Это ужасно. А родственники не знают порой, какая диета, что можно, что нельзя, как приготовить то или это, можно и навредить? Мало того, что они не знают. Это абсолютно бесконтрольное поступление пищевых продуктов, лечебных учреждений, купленных неизвестно где, приготовленных неизвестно как. И при этом это заносы какой-то инфекции. Но самое ужасное, что далеко не все могут каждый день и три раза в день посещать своих близких. И это заканчивается тем, что люди на подоконниках, на радиаторах. Это очень большая беда и очень большая проблема. Была. Была. В 2014 году впервые за весь период независимости Украины было восстановлено питание в целом ряде больниц и самых ужасных родильных домов. Одесса на протяжении очень многих, но самое ужасное, что не было в родильных домах. Это да. На протяжении очень большого числа лет Одесса была единственным городом в Украине, где не все беременные и роженицы получали питание во время пребывания в этих учреждениях. А это же еще кормить надо молоко малышей. Это женщина, которая рожает, которая кормит малыша, которая там находится какое-то время. Это было ужасно. И в очень большом числе случаев женщин, которые не были обеспечены питанием, кормили персонал раздельных домов. Вплоть до того, что главный врач обычно точно знал, какая санитарка может принести свеколочку, а какая картошечку, а какая курочку. И осуществлялось это в основном в том числе за внебюджетные деньги. И, конечно, это было и стыдно, и неправильно, и несправедливо по отношению к нашим людям. А в 2014 году? А в 2014 году появилась возможность возобновить питание в тех учреждениях, в которых оно было приостановлено в связи с катастрофически непригодным к эксплуатации пищеблоком. У нас есть и такие. И организовать питание в тех учреждениях, в которых оно не было организовано с 1992 года, и где и буфетные комнаты, и персонал, и столовые были практически уничтожены. Начинали мы, конечно, с раздельных домов. Это было сделано потому, что совпало желание городских властей организовать такое питание, активное желание и возможность, которую нам предоставил приказ Министерства здравоохранения Украины, который был к этому времени издан и который предусматривал такую вещь, как приобретение готового питания. Вы говорите, что и возможности предоставила и городская власть. Это значит, что сегодня получает трехразовое питание, или, может быть, не везде трехразовое питание. В родильных домах четырехразовое, здесь четырехразовое, да? Конечно. Еще раз повторите, в родильных домах сколько? В родильных домах питание на 74 гривны. Четырехразовое во всех остальных больницах, трехразовое на 64 гривны. Во всех абсолютно городских больницах, где у нас поставляются готовые порции питания, приготовленного на фабрике кухни. А вот скажите, все-таки задам вопрос вам еще раз, повторю мой вопрос. Вот вы изучали другие города, другие страны, как это организовано? Вот где у нас, вот скажем, в странах ближнего, там, зарубежья, есть такое питание постоянно? В каких городах Украины еще организовано такое питание? Ну, начнем с того, что в городах Украины по нашему пути пошел Ивано-Франковский Львов. Но мы первые? Да, мы первые. Вейдинговое питание мы первые точно. Итак, дело в том, что за рубежом вся медицина находится, в общем-то, под контролем страховых компаний. И страховые компании закупают эту услугу. И совершенно четко и понятно, в том виде предоставления питания, о котором мы говорим, как о закупке услуги или готовых порций питания, существует очень много преимуществ. Прежде всего, на мой взгляд, главное преимущество, что при приготовлении этого питания соблюдается технология приготовления пищи. Это очень и очень важный момент. Другими словами, на сегодняшний день наши пациенты, которые получают фасованное питание, они не зависят от степени грамотности или безграмотности того или другого повара на собственном пищеваре. Вот относительно фасованное, вендинга, уже появилось две фразы, которые для меня знакомы, для зрителей не очень, я думаю, что для наших гостей тоже не совсем знакомы. Теперь я к вам обращаюсь. Вы понимаете, Игорь Ефимович, когда вот это вот слово «вендинг» я пыталась произнести, потом прочитала, потом нашла все эти слова, все понятия, я думала, неужели это будет такое в Одессе? А потом я увидела в первом роддоме вот эти аппараты. Я, честно говоря, практически обалдела от того, что все это возможно. Ну, для детей, может быть, еще понятно. Мы, кстати, помните, были автоматы с газированной водой? Кидаешь там, а то что-то вылетает вода, сиропчик льется, и все. Это ушло, и у нас эта игра прекратилась. А тут я увидела опять вот элемент того, когда машина вдруг выдает тебе пищу. Вот скажите, откуда это пришло к вам для того, чтобы организовать так питание в медицинских учреждениях, в роддомах? Ну, мы… Вот где вы это нашли? Мы, прочитав техническое задание, которое нам предоставила Департамент здравоохранения, мы поняли, что в определенных учреждениях просто нет возможности раздать еду. И нету ни раздаточной, нету даже минимального буфета, в котором можно было бы просто помыть руки. И мы начали свой поиск. Мы изучили достаточно много стран и нашли Испанию, в которой выпускается оборудование, которое, как мы понимали, нам подойдет. Мы его протестировали. Это оборудование состоит… Ну, этот вединговый аппарат, он состоит из трех частей. Первая часть – это холодильная камера, в которой находится приготовленная с вечера, либо ночью еда, которая устанавливается в него. Вторая часть – это часть подогрева, в которой находятся мощные печи и свечи. И третья часть – это выдача. Мы замерили площадки, которые нам предоставили и, соответственно, начали пробовать. И 15 сентября 2014 года наш проект начал работать. Естественно, мы столкнулись с какими-то определенными трудностями, с шероховатостями. Без этого не бывает. Но сегодня мы можем сказать, что есть динамика, мы развиваемся и мы не стоим на месте. Вы знаете, вот вы сейчас, я как-то по-другому услышала дату, 2014 год. Ведь война уже шла, да? А то уже было. То есть страна находится немножко в другом состоянии. Казалось бы, и бюджеты городские обеднели. А мы идем как-то вперед, организовывая совершенно даже неожиданные вещи, потому что действительно никто не ожидал этого трехстворчатого автомата, который в роддомах стоят. Но надо сразу сказать, что у нас не везде ведь стоят, у нас еще кое-где сохранились кухни, в нормальном состоянии еще кухни, да? На сегодняшний день 16 лечебных учреждений, в которых имеется круглосуточное пребывание больных, кормят своих пациентов. При этом часть лечебных учреждений обеспечивает готовыми порциями, которые они получают через вендинговый аппарат. Это родильные дома. Их три. Первый, второй и пятый. Часть у нас учреждений получает готовое фасованное питание в так называемых куботейнерах. Честно вам скажу, это моя любимая система поставки питания. Слово не ясное. Давайте расскажем, что это такая коробка. Куботейнер — это такая большая, красивая коробка, которая закрыта на такие защипы, на которой есть абсолютно все паспортные данные. То есть и приготовление, и поставщики, и транспортировка, и сертификат практически на каждую готовую порцию. Там находится то количество порций. Одна коробка первая, одна, допустим, или две, три, в зависимости от количества, вторая и так далее. Очень интересно то, что это все запечатано, это все приносит сотрудник. Не наши женщины носят эти коробки, не наши рабочие, а поставщик. Я вам хочу сказать, что вообще всю эту систему организации питания через куботейнеры мы разрабатывали очень болезненно. Мы были первыми. Мы понимали, что к нам будет привлечено громадное количество взглядов. Мы просчитали все. Вот я сейчас смотрю на Игоря Ефимовича, и улыбаюсь, потому что мы, наверное, месяца два ругались настолько отчаянно, что я так думаю, что ни у меня, ни у него таких баталий особых не было. Потому что мы просчитывали, спорили, обсчитывали, измеряли, временные промежутки перемеряли, потом своими ногами это все обходили, потом штаты учили. И это было, конечно, с одной стороны, мы понимали важность и необходимость этой задачи, с другой, конечно, это было достаточно, честно вам скажу, несколько страшно. Просто собралась такая команда энтузиастов, которые не боялись это делать. Так вот, куботейнеры интересны тем, что термомашины, термохолоденник привозят это питание, сотрудники компаний приносят это питание, и приемка готового питания находится уже непосредственно на том этаже и в той буфетной, где будет проводиться питание пациентов. При этом пациенты могут получать питание и в палате, могут они его получать, и в буфетной комнате. Самое большое достоинство этого питания, на мой взгляд, заключается также еще и в том, что здесь идет такой случайный выбор. Вот если у нас, я буду говорить, есть пищеблоки, достаточно неплохо работающие, но, тем не менее, это будет питание, которое в отделение принесут сотрудники в кастрюлях, мы все это видели и знаем. В ведрах, которые плещутся. Ну, плещутся они, мы навели порядок, там уже есть более-менее тормоза. Нет, у нас же просто из больницы, где родные корпусы, расстояние больше. Но, тем не менее, это все-таки некоторый такой элемент личной симпатии или антипатии. Но не нравитесь в этой буфетчице? Не попадет к вам мясо в суп. Не нравится в этой буфетчице? Будьте с куриные лапы. То есть, другими словами, здесь все запечатано, и здесь нет вот этого элемента. Тут вот как повезло. Личность нового отношения. При этом, я вам хочу сказать, что я действительно очень благодарна этой компании, потому что питание очень вкусное, и, насколько мне удалось увидеть, абсолютно равномерные порции, очень качественные. Поэтому, когда это принесли, это раздали. Дальше, что самое большое преимущество? Питание вкусное. Питание полезное. Полезное. Питание разнообразное. Меню соблюдается. Очень большим приоритетом для нас явилось также то, что мы не имеем никакого отношения к матью этой посуды. То есть, мы выделили отдельные помещения, где стоят отдельные такие мешки, кульки, емкости, где мы складываем эту посуду, только освободив. А что дальше вы с посудой делаете? Вот вам привезли такие же куботы. То есть, у нас этим мы уже этим занимаемся. Это все складируется. Изменить, что я перебила. Это все после того, как идет прием пищи, оно все возвращается в специальные модули, которые закрываются, поступают обратно на фабрику-кухню, на одном из этапов полностью освобождается от остатков пищи, потом поступают в моечное отделение и готовятся к дальнейшему своему использованию. Подождите, это посуда, которой питались, условно говоря, больные люди. А как же дезинфекция? Как же так, чтобы не передать чего-нибудь другому человеку? Я вот очень брестливый человек. Абсолютно верно. Значит, есть специальные разработанные методики мытья каждой этары и специальных модулей. Это паровые автоматы, паровые машины, в которые заходит этот, что назовем, этот модуль. Он обдается специальным дезинфицирующим раствором, проходит паровую обработку, после этого он полочится, и он практически полностью на 100% обеззаражен. Вот оборудование испанское, посуда тоже испанское? Нет, посуда это наша украинская, она покупается в Херцоне у нашего производителя. У нашего производителя? Да, абсолютно верно. У них итальянская линия стоит. Ну, не важно, но главное, что это наша отечественная. Это посуда предназначена для разогрева в микроволновой печи, эта посуда выдерживает разогрев до 100 градусов и охлаждение до минус 40. У нас, Марина Леонидовна, вот смешная такая деталь, к разговору. Мы начали кормить 5-ю, 8-ю и 11-ю больницу, где не было питания вообще никогда. Мы начали их кормить 1-го апреля. Ну, вот так получилось, что 1-го апреля 2015-го года уже прошли все. Разошлись не на шутку 1-го апреля. И что вы думаете, 1-го апреля, когда накануне предупредили людей, спросили их, а будете ли вы питаться, а как и что, и 1-го апреля привезли питание, а на пищеблок люди не пришли. Думали, розовый пришли. А почему не пришли? А потому что решили, что это 1-я апреляская шутка. А в некоторых больницах пришли, посмотрели и отходят, спрашивают, а почему же вы не берете еду? У нас нет таких денег. То есть пока вошла вот эта система, пока люди поняли, ну, хочу вам сказать, что состав, конечно, пациентов несколько изменился, потому что у нас стало очень много госпитализироваться мужчин, которые до этого, мужчин одиноких много, ухаживать и готовить им особенно некому. И когда они получили возможность вот госпитального наблюдения, лечения и при этом питания, то, конечно, мужчины... Так они еще ходить не захотели? Не захотели. После выздоровления. Они искали все возможности, но к этому есть очень строгие показания госпитализации. Вы знаете, Ирина Геннадьевич... Но самое интересное, Марина, за одну минуту, у нас был инцидент в 11-й больнице, когда граждане, пациенты задержали транспорт, который завозил питание, вытащили оттуда водителя и начали его спрашивать, кому платить деньги и кому сказать спасибо. И кто это вообще все сделал, и кто это придумал? Люди не верили, что это бесплатно. Они думали, что это какая-то политическая авантюра. Что-то в очередную предвыборную кампанию кто-то из кандидатов в депутаты решил один раз на карму. Это было очень интересно. Мы выехали туда на место, успокоили пациентов. И я вам хочу сказать, что на сегодняшний день это чрезвычайно востребованная система питания. И еще хотела бы заметить, что несмотря на то, что мы можем готовить три диеты совершенно спокойно, и есть определенные методики, которые нам позволяют упростить эту систему, мы перед собой такой задачи не ставим. И там, где требуются диеты, компания приготовляет диеты. Все пищеблоки, которые работают, в Горсовете создана постоянная действующая комиссия, которая постоянно проверяет все питание на вкус, на цвет, на качество, на чистоту. Все там, большая группа, я тоже вхожу в эту группу, везде, повсюду проверяем питание. Ну вот, Надежда Васильевна, я смотрю, что вы так слушаетесь и думаете, а вот мы в других сферах работаем. А что же у нас так медики хвастаются, хвастаются? А вы знаете, с чего я хочу свой вопрос вам адресовать? Это, наверное, с того, что, может быть, во многих школах и детских садах я увидела в приготовлении и в поставках продуктов абсолютно материнскую, настоящую руку. И потом я познакомилась с вами. Вот скажите мне, у вас сколько внуков? Я знаю, всем скажите. Ну вот. Вот это оно чувствуется, когда отношение совершенно другое, тогда немножко другие продукты. Вот я вечно ругаюсь с поставщиками, когда привозят вот такого размера морковку, которую нужно почистить, там что-то должно остаться, и все в растерянности. А тут смотрю, совершенно другого качества продукты. Совершенно другие люди работают. Я очень уважаю вот ту женщину, которая у вас руками, вставая там в 4-5 утра, замешивает тесто, ставит опару, и все это руками, и все как положено, но за то, какие булочки, за то, какой хлеб у вас получается. Вот скажите, пожалуйста, сколько вот вы работаете в питании, в организации питания в школах? Лично я? Да, лично вы. Ну, с... 66-го года. Ну вот видите, сколько лет. Это удивительно, ведь это ж... Вы необыкновенный опыт приобрели. Да, у нас само предприятие, конечно, это был еще трест общественного питания центрального района. Что, район был центральный? Да. И в этом районе мы кормили и студентов, и школьников. Затем организовалась новая организация поживочного товариства «Центр», которая стала правоприемником. И мы продолжали практически обслуживание в школах, которые были раньше в центральном районе. Практически они вошли в наш лот, в который мы выходим победителем на конкурсных торгах. И люди у нас, конечно, работают много лет. Есть у нас вот заведующие столовым или буфетчики, которые очень заботливы, очень внимательно обслуживают детей, знают их по имени почти каждого ребенка. И даже многие знают их родителей, которые тоже занимались в этих школах. То есть уже династии через эти булочки. Ну, а потому что, конечно, люди работают уже тоже свыше 30 лет. В основном постоянный коллектив. Работу узнают очень хорошо. У нас с высшим образованием, свыше 10 человек, 22 со средним специальным. Много лет работают. И, конечно, с тех времен работают, когда и сами замешивали это тесто и так далее. И сейчас приходят в 4-5 утра для того, чтобы к 9 уже было это тесто и взошло, и испечь все мочные кондитерские изделия, которые дети очень любят. И булочки, и рогалики. Ну, вот, простите, что я встреваю в ваш рассказ, но ведь зарплаты-то небольшие. Как удается такое количество таких людей удержать на работе? Ведь проблем очень много. Вот мы сейчас так говорим благостно, да? Вот утверждается, проводятся тендеры, проводятся там, одни суммы указываются. А потом раз, то ли мы к доллару чего-то равняемся, и он подскочил, то ли у нас сезонность наступила, и продукты вздорожали. Нас все хозяйки, я думаю, поймут, наши зрительницы, потому что одни цены весной, другие цены летом, и страшные цены зимой. Вот сейчас я даже столкнулась с тем, что гречка вздорожала, все, уже не завозят гречку, потому что она выбивается из тех ассигнований, которые на это дело в бюджет заложены городской. Я, кстати, хочу сказать, что, вы знаете, я вообще очень не люблю цифры, не люблю проценты, потому что на слух ничего не воспринимается. Но когда ты понимаешь, что на питание детей первых, четвертых классов в школах, малоимущих детей в школах, заложено в детских садах, кстати, тоже, на питание детей, в общей сложности 118 миллионов, 175 тысяч, еще там еще какие-то денежки написаны. Почти 120 миллионов в бюджете города на детей. Сколько в медицине у нас примерно хотя бы? Ну, мы просим 41 миллион. Это на покрытие абсолютно всех расходов по всем видам питания. Это та сумма, которая нам нужна, чтобы мы обеспечили все абсолютно наши стационары питания. Плюс еще это. На малоимущих у нас заложено в городе около 12,5 тысяч. Это тоже очень большой блок. Скажите мне, пожалуйста, Екатерина Ефремовна, вы ведь тоже, во-первых, долго работаете, во-вторых... Я 50 лет работаю. 50 лет, да? Да. Ну, это как, это общепит был? Раньше был общепит, и так и осталось работать общепит. Ну, вы понимаете, вот понятие того, что мы должны кормить тех хотя бы один раз в день горячим обедом, тех людей, которые относятся к категории малоимущих. Но время идет, к сожалению, сейчас я смотрю, что вот мы в прошлой передаче говорили о том, что почти в два раза увеличилось количество малоимущих людей по разным причинам. Ну, мы все знаем, как живет наша страна, потому что мы вместе со страной живем и те же пенсии получаем, и знаем, что есть нужды и на военные расходы, и знаем, что у нас совершенно по-другому сейчас и устроена экономика, и мало у нас рабочих мест, поэтому люди у нас нищают. Вот это очень важный момент, что сегодня есть возможность накормить людей. Их по бюджету, ну, в общем, по городу чуть больше там двух тысяч, по-моему, да? Да, по бюджету на весь город. Ну, мы, допустим, питаем 230 человек, это у нас получается около миллиона гривен, выделяет госполком. Но, кроме этого, мы питаем, конечно, и людей, которые приходят, такие, которые, ну, жалко на них смотреть. Это, понимаете, это те люди, которые не входят в бюджетное сигналы. А много к вам таких людей приходят? Много. И 10 человек, и 20 человек, может, зимой было очень много. А летом они уже как-то рассеиваются, наверное, лишь потому, можешь, фрукты, овощи, знаете. А зимой, конечно, очень. И как вы выходите из этого положения? Выходим. Выходим из положения. За счет предприятия мы много кормим. Поэтому, знаете... Еще тогда выделял район. Малиновский район выделял, потом гороисполком выделял, потом опять район выделял, потом, в общем, переходил... Сейчас уже вошло в программу. Вошло в программу, и мы питаем где-то 200-230 человек ежедневно. Вы знаете, я благодарна и светлой памяти Виктора Борисовича Станкевича, который организовал тогда столовую «Ветеран». Она была первая столовая. Помните, тогда, когда люди потянулись? И тогда целую систему человек организовал в городе. Разная, конечно, у него очень сложная судьба была. Но благо было то, что подхватили, и она стала действительно городской программой. Правда, разные направления мечтались, там и помощи, и какие-то там бытовые проблемы решить для малоимущих. Но не все получилось. А вот питание осталось. Но вот тот момент, что сегодня в каждом районе существуют такие столовые для малоимущих, это великая подспорья. Я сказала, 2000, но там уже больше, там 2200, сейчас еще набирает ход. И достаточно большое ассигнование, каждый год чуть-чуть больше закладывают. Уже сегодня заявка на 2017 год уже больше, уже 15 миллионов должно быть, потому что мы заранее закладываем какие-то вещи. Но есть еще моменты, которые требуют бытовых каких-то улучшений. Это относится и к ремонтам, и к новому оборудованию, это все то, что выходит. Ну, у нас оборудование новое, вы, наверное, видели. Да, я видела ваше оборудование. У нас все поменяли. Тоже называется как-то там секрет. Вы нам секреты не рассказываете? Не надо вам знать все наши секреты, но мы делаем оборудование, все новое, посуда. Наталья Вячеславовна, а вот мы же ведь все знаем, потому что у нас у всех дети, внуки все в детские садики ходили, маленькие пищеблоки, иногда они совсем без оборудования. Я когда вижу эти алюминиевые тазы еще с вмятиной какой-нибудь, я начинаю вспоминать свое детство. Какой-то запах всегда вот детства того возникает. Вот сейчас, и это только в последнее время, начали ремонтировать пищеблоки в детских садах. Вот ваш сад, как раз детский сад. Попали. Расскажите мне, как вы жили до и после и сейчас. Вы знаете, я когда услышала, что в городе есть такая программа, конечно, я как руководитель сразу захотела, чтобы вот у меня был ремонт такой. Садику 35 лет, там никто ничего такого капитального не делал. Мы понимали, что сами сделать капитальный ремонт пищеблока, это тяжело. Это надо закрыть учреждение. В саду 380 детей. Работа. Это невозможно, конечно. Это невозможно. А оборудование приобрести, дорогостоящее оборудование. И такая программа, конечно, каждый руководитель надежды есть, вот нам, нам повезет. И тут, конечно, в стране кризис. Я где-то понимала, что, наверное, что-то не получится. Кризис политический, экономический. И выполнение таких программ — это тяжело. И вы знаете, вот до последнего не верила. Я даже говорила сотрудникам, пока не зайдут строители, я никому не буду говорить, что будет ремонт. Сами не верили. Не верила. Не верила до последнего. Как же это чудо произошло? Вы знаете, такой капитальный ремонт полностью. Даже глаза увлажнились. Представляете, сколько вы пережили. Боль детских садов — это питание. Питание малышей. Полностью все отремонтировано. Полностью новое оборудование. Кто ремонтировал? За чей счет, скажите мне? Я вот... Не за счет города. Но вы знаете, это очень хорошо, что город сегодня находит эту возможность и находит вне бюджетные средства, за которыми стоят меценаты, за которыми стоят спонсоры, за которыми стоят те же организаторы производства. Это за счет города, но не за счет бюджета. Да. За счет города. Потому что привлечение инвестиций — это город. Совершенно верно. Это город сделал. Привлечение инвестиций — это тоже городская задача и честь. Поэтому это за счет города. Я сегодня вот слушала про медучреждение. Конечно, я вспоминаю себя в роддоме. Это питание действительно, это проблема. Но как вот, остался папа дома один с ребенком, я рожаю второго. Кто будет готовить, не кушать? Приехала мама. Мама готовит. Ребенок маленький дома. Ну, это колоссально. Никто не знает, что сок должен быть только зеленый. Не знали, не знали. Вообще никто этого не знает. Вы знаете, как мама? Бульончик пожирнее, котлетка позажаристей. А потом, где мое молоко? Да, конечно. Где молоко, ребеночка почет. Конечно, это колоссальная работа. И в детских садах сегодня, вы знаете, вот этот ремонт, который прошел, он дал нам столько возможностей так разнообразить наше питание, потому что... Ну, каких? Ну, что вкусненького такого готовить, и после ремонта что-то отлучается от прежнего? Мы начали писать мясное суфле, нас все спрашивают, что это такое? Потому что у нас была одна мясорубка для сырого мяса. Теперь мы можем на второй мясорубке перемалывать вареное мясо. Это технология, это все нормы санстанции. Рыбу на третьей мясорубке. Вы понимаете? Я в комиссию вхожу, я знаю все, я уже выучила все. Это дает нам такие запеканки творожные, сырнички, огромная сковородка, электросковорода. Мы же как дома. Мы видим маленькие сковородочки наши. Когда нам привозят электросковороду, огромную, вот как этих полстола, и мы сразу в один-два захода мы жарим столько порций, сколько вот нам надо, по 250. А как дети едят? Нормально? Детки кушают очень хорошо. Щечки розовые? Щечки розовые. У нас в саду, мы всегда их взвешиваем, мы так всегда радуемся, когда они у нас поправляются. Я действительно из тех мам, которые вот говорят, в Одессе ребеночек должен быть полненький. Помните фильм, когда взвешивали общий вес семьи? Да. Общий вес группы, прибавили или не прибавили. Детки поправляются, кушают с удовольствием. У нас и диета выполняется. Конечно, и продукты сейчас прекрасные. Конечно, есть претензии. Не, но они всегда бывают. И всегда любая хозяйка на базаре найдет. Они всегда бывают. Я просто хочу сразу вас спросить, Катерина Федоровна, а что вы готовите? У вас же всегда очень вкусно в самом кафе. А что вы готовите вашему подопечнику? Подопечник. Сегодня, допустим, был у нас суп гороховый, макаронный, на гарнир, макаронные зелени и печеночка жареная, куриная. И компот. Другой день булочка или пирожок. Пирожные мы два раза в неделю даем. Готовим каши. Вот мы раньше делали рисовую кашу, молочную, с тыквой. Сегодня делаем с шином, очень любят люди. Бабушки просят, мы делаем. Ну, тефтельки. Ну, в основном мы на курином все. Тефтели, котлеты рыбные, котлеты куриные, беточки куриные. Спасибо за то, что вы говорите, котлеты, значит, молотое мясо. Значит, для всех пожилых людей, которые приходят, можно переживать. И все в духовке, через духовку. Мы не жарим, а через духовку. Все по технологии так, как положено. Знаете, что меня умилило? Это, по-моему, роял сервис. Я говорю, а чего вы так бурячок этот, ну, совсем прям как икра получаете? И свекла. Макаронами изделия из свекла обязательно. Еще немножечко. Обязательно сложный гарнир. Или из свекла. Сейчас же подешевело. Овощи подешевели. Налетай, не скупись, покупай. И капуста, и свекла, и добавляй. Так вот, натирается семья. Говорит, чего вы так мелко натираете все? Говорит, ну так бабушки ж просят. Они же укусить не могут. И все вот для человека. Ну, кстати, в ваш адрес тоже был комплимент. Игорь Ефимович, когда в роддоме попросили больше, я запомнила это надолго. Все вот в этом аппарате получают то, что они хотят, то, что заказали, то, что вы привезли. И вдруг не хватило зелени. Весной или летом. Я спрашиваю главврача первого роддома. Говорю, Ирина Леонельна, главатюк из Иппольского. А что же вы сделали? Говорит, у меня бунт был. Мы попросили добавить зелени. Что же вы думаете? На следующий день вылазит эта коробочка. Она уже там из зелени, уже совсем питания. Вот как вам удается регулировать все вот это дело? Потому что я знаю, что сейчас вот были, кстати, нарекания, по-моему, в 11-й горклин больницы. О том, что там для диабетчиков нету сахар, можно там заменитель положить рядышком, а можно вовнутрь. А мы знаем, как все диабетчики любят тихонечко сладенькое поесть. Вот здесь вот регулируется как-то. Как вам удается регулировать? Конечно, мы закупили большое количество сахара в стикерах. Это для тех людей, которые не страдают сахарным диабетом. А для тех людей, которые страдают сахарным диабетом, мы кладем специальную упаковочку с сахарозаменителем. То есть, если человек болеет диабетом, он вместо стикера с сахаром берет себе сахарозаменитель. Ну, я почему спрашиваю? Потому что есть такая профессия, диет-врач, диет-сестра. Ирина Игоревна, у нас есть такие факультеты или школы, где готовят сегодня в Одессе? Да, это так называемая вторичная специализация. И в Одессе таких нет. В Одессе есть курсы для диет-сестер, но в Одессе нет специализации для диет-врачей. Хочу вам сказать, что на сегодняшний день вообще требования, скажем, к составлению диеты, они значительно упростились с точки зрения врачебного контроля, потому что на сегодняшний день это все доступно. Информация-то есть, она свободна. И для знающего доктора скомбинировать диету совершенно можно свободно, без помощи диетолога со стороны. Что касается диет-сестер, это более ответственная работа, потому что это и технологические карточки приготовления блюд, и контроль за технологией обработки продуктов, и контроль за закладкой, и контроль на выходе. То есть это полностью весь тот технологическое обеспечение процесса и контроля, который необходим при приготовлении пищи. И еще хотелось бы мне сказать, раз мы сегодня обсуждаем эту тему всем присутствующим здесь, я надеюсь, коллегам, очень трудный период времени. И на сегодняшний день я даже не знаю, что будет для людей главным. Будет ли для них главным лечение медикаменты, будет ли для них главным цена газа. Люди больше всего боятся голода. И на сегодняшний день ни в коем случае нельзя оставлять ни пожилых, ни детей, ни больных людей без питания, потому что это очень большая беда в сегодняшних экономических условиях. И я думаю, что мы неоднократно, каждый на своей должности, будем об этом говорить, потому что, насколько я понимаю, и как мы сталкиваемся, в том числе и с больными с сахарным диабетом, мы начали выкладывать, когда, ну вот, бакалейные добавки, сахар, хлеб, там, масло, в отдельных упаковках, вот таких, благодаря Игорь Ефимовичу, чтобы сделать диету, ну, скажем, гипоэнергетической для больных с сахарным диабетом, с избытком питания. Мы обратили внимание на то, что люди эти продукты уже складывают в тумбочку, складывают, передают близким, прячут булочки в тумбочку. И когда вот мы им говорим, вы не волнуйтесь, вы вас кормите, вот столько, сколько вы тут будете находиться, и не надо этого бояться. Мне кажется, что мы не имеем права сегодня оставлять эти страхи у наших горожан, и мы должны убедить их в том, что мы сделаем все от нас зависящее. Ну, вы понимаете, Ирина Игоревна, вот вздорожали, скажем, коммунальные услуги, да? Они же у всех у вас вздорожали. Это же значит, что вам очень сложно работать. Вот вышел из Киева, это же не в Одессе делается, в основном в Киеве все тарифы меняются. Вышел указ о том, что не надо кормить за счет государства, потому что там субвенции были детей первых четырех классов всех. А по решению горсовета, по инициативе Труханова, мы до конца учебного года оставили ту же самую сумму на питание первых и четвертых классов до конца учебного года. А что вы будете делать с 1 сентября, если не найдутся такие возможности? Ведь идет децентрализация, и не все понимают, что даже тот бесплатный проезд пенсионеров в транспорте, а это тоже еще одна статья бюджета семьи, очень важная статья, тоже может уйти, если город не возьмет на себя и эту оплату. Это очень серьезный момент. И вот все то, о чем мы говорили, в общем-то у нас благостно, потому что действительно находит город, деньги бюджетные, внебюджетные. Спасибо Светлане Николаевне Бедреге, которая меня все-таки научила, что все идет через город, и не бывает денег каких-то со стороны. Может быть, только в предвыборной кампании, я так думаю. Тем не менее, мы же должны выжить. Что вы будете делать с 1 сентября, если уменьшится все равно ассигнование? Ведь у нас до сих пор все время росло. Сколько сейчас на одного человека в медицине? Вот вы называли уже сумму, давайте еще расскажем. Уроженец. Итак, если вас интересует вопрос питания. Питание только на одного человека. Питание на одного человека путем закупки услуги, фиксированное по количеству койко-дней, которые планируется провести в текущем году. Питание пациентов в многопрофильных больницах, взрослых, составляет 64 гривны. Питание пациента через вензинговые услуги и в родильных домах, за счет того, что там другой колораж и другое количество случаев получения питания, пищи в конкретный день составляет 73,98. — Екатерина Леонидовна, у вас сколько сейчас на человека? — 20 гривен на человека. — 20 гривен? — 20 гривен. — Совсем недавно было еще 9. — Обращаю внимание на то, что мы... — Спасибо, конечно. — Тут есть вот такой вопрос. — Баблили. — То, что касается стоимости порции, приготовленной на фабрике кухни, это конечная стоимость продукта, которая поступает к пациенту. Если мы говорим, что сегодня, допустим, порция на одного пациента в сутки в больнице, который имеет свой пищеблок, не стану говорить в какой, планируется как 29 гривен, то здесь надо учесть, что сюда не войдет содержание персонала, содержание пищеблока, коммунальные платежи, обработка посуды, приобретение оборудования. Идет вопрос только о стоимости продуктов питания. Поэтому, когда мы рассчитывали все эти, скажем, возможности обеспечения людей питанием в больницах, мы посчитали все, включая стоимость персонала, тарелки, обработка и даже техобслуживания этого оборудования, приобретение нового оборудования, все. Без приобретения нового оборудования у нас получалось, что у нас есть учреждения, в которых стоимость продуктов питания, допустим, на одного пациента в сутки 29 гривен, а содержание вместе со всеми опосредованными, скажем, вторичными платежами составляет до 90 гривен. При этом следует сказать, что у нас есть пищеблоки, которые струились из расчета на 800 больных в сутки. Много цифр, уже все запутались, честное слово. Нет, я хотела. Так это трехразовое питание. Трехразовое, конечно, трехразовое. А у вас один раз питание. Я бы хотела успокоить всех тех, кто критично относится к нашей работе, тем, что мы сегодня оплачиваем непосредственно ту услугу, вот пациент и вот его желудок. И между пациентом и желудком не будет никакого постороннего влияния, никаких случайностей, и никто ничего не заберет. Мы финансируем напрямую на пациентах. Расскажите про ваши сложности. Я знаю, что в детских садах сейчас тоже до вас вопрос дойдет. Все-таки ответьте мне на мой вопрос. Как вы планируете жить с 1 сентября, когда ассигнования меньше будет, когда коммуналка подороже, когда бензин подороже? Что будем делать? Конечно, у нас сейчас 9.50 обед на завтрак учащихся 1-4 класса и 13.50 на малоимущей семьи ребенка. Безусловно, мы сейчас прошли торги. Понимаем, что в стране так, к сожалению, что по всей Украине либо отказались от питания, либо уменьшили суммы. И это, конечно, к великому сожалению, потому что мы все знаем, что по исследованиям ребенок здоров, 60% зависит от того, как он кормится, от получения сбалансированного питания по нормам, по постановлению 15.91 и так далее. Безусловно, у нас сейчас стоит большая задача, что это постановление практически выдержать будет сложно. Тем не менее, мы пришли уже конкурсные торги на сумму обеда 5.50. Вот, и даже болит душа, но даже за это большое спасибо, потому что все-таки ребенок не будет совершенно голодный. Перекосит. А что это будет, вот такой перекос? Может быть, допустим, булочка, булочка с сосиской, чай к булочке. Чай, компотер, как будто бы. Да, да, может быть, будет. Но будем стараться, как говорится, как это вот у нас, снабжение очень конкретно идет по заявкам, по цикличному меню. И мы исходим с того, чтобы максимум оказать то, что нужно ребенку по возрастной группе, его питание. Понятно. Конечно, надо искать средства для того, чтобы дети ели, потому что все равно же останутся льготные категории, которых пусть мы не всех будем кормить с 1 по 4 класс, но останутся льготные категории, которые обязаны мы будем накормить. Вы знаете, я даже не раз, и это зачастую бывает, что вот то питание, которое дают в школах, может быть, дети один и единственный раз вообще в день едят. И это настолько печально, вот то, что сейчас... Ну, я думаю, что мы все-таки в Одессе живем, ну, выкрутимся как-нибудь, найдем мы деньги, добавим на питание. А вот в детских садах многие родители жалуются, что они доплачивают за питание. Что, как, вот как это происходит? Потому что, понимаете, все думают, что это вот сдал ребенка и взял ребенка, и все, и никакой ответственности. Они доплачивают. Мы ребенка кормим на 28 гривен в день. Это трехразовое питание, полноценное трехразовое питание. Родитель платит 60% от этой суммы, только 16,80. Остальные 40% оплачивает город. И это большая, колоссальная такая помощь, потому что сегодня в среднем за месяц, 20 рабочих дней, конечно, суммы выходят, ну, некоторым родителям тяжело. Чего здесь скрывать? Есть, конечно, льготные категории. Это и многодетные, и дети-сироты, и малые мужчины. Многодетные 50% оплачивают от 16,80. То есть это вот эти 60%, которые легли на родителей, и многодетные еще пополам. Это надо понимать, потому что действительно город помогает. Сироты и малоимущие 100%. Питание предоставляем, диету предоставляем. То есть бесплатно питаются сироты и малоимущие, да? Да, да, да. Предоставляют мне документы. Если документы все соответствуют, конечно, мы подаем, даем приказ, и детки переводятся на вот такие льготные оплату за питание. Питание разнообразное. Я думаю, что не каждая мама на 28 гривен три раза в день покормит малыша. С этим даже никто не спорит. Суфли за льданкой. Рыба, мясо, молочное, масло, каши, все, все. Витамины, компоты, соки, сухофрукты. Придешь проверять. Я смотрю, что на складах все есть. Вы знаете, вот всю зиму, казалось бы, фрукты, все цитрусовые, апельсинки, мандарины, бананы, лимон, яблоко, все мы давали. Мы все давали деткам. Кто организатор производства питания у вас? Вспоминайте, надо сказать спасибо этим людям, потому что яблоки, лимоны, апельсины, бананы, пусть по кусочку, но это же кусочек витамина. Конечно, город. Нет, нет, но город, понятно. Я просто знаю, что очень много предприятий занимаются. И я не хочу сейчас все называть, потому что действительно их очень много, организаторов производства, различных поставщиков, которые проходят тендер. Это очень серьезное количество ГОСТов, рамки, кто, когда, сертификаты. Сертификаты, ваку, мороженое нельзя. Я все время борюсь с рыбой, которую из Китая почему-то везут. Сейчас уже стала у нас канадская рыба, уже немножко поправились все. Но я думаю, что все-таки в развитии все находится это. И как ни сложно, все равно же мы умудряемся кормить забесплатно тех детей, которые требуют. Все свежее. То, как готовим и сразу на стол. Ничего же мы и продукты не храним. Как родительский комитет у вас? Не сопротивляется то, что вот есть дети малоимущие, есть дети-сироты, которым необходимо вот накормить бесплатно? Вы знаете, есть совет по питанию, рада по харчеванию. Туда входят, конечно, родительские комитеты. И мы с ними это все обсуждаем. Все обсуждается, все оговаривается. Даже есть моменты, когда действительно надо кому-то помочь. Уже я не за питание говорю. Где-то какие-то вещи. Потому что сегодня действительно люди понимают, что сложно. И мамы, которые рожают, им низкий поклон. Потому что сегодня не каждая женщина согласится родить третьего, четвертого. И на второго не каждая решается. У нас очень много многодетных семей. Честь и хвала. И женщинам-одесситкам, и папам-одесситам. За то, что они на себя такую ответственность. Не из общества защиты мужчин. Поэтому я всегда привечаю тех отцов, которые остаются отцами многодетных семей. Они бросают эти семьи. Сегодня количество многодетных очень увеличилось. Я даже по своему саду знаю. Я 10 лет назад пришла в сад. У меня было всего 5 многодетных. Сегодня у меня их 18. Это, ну, в такое время молодцы. Я, честно говоря, рада. Вы знаете, о многодетном переговоре может быть в следующей программе. Потому что то, какие сегодня условия созданы в городе для многодетных родителей. Для многодетных семей и то, что касается медицинского обслуживания, и питания, и очень многих льгот, которые получают. Это действительно очень важное и большое подспорье. Потому что мы обязаны остаться городом-миллионником. Обязаны. Здесь никаких разговоров нет. Игорь Ефимович, скажите мне, пожалуйста, вот вы человек творческий. Почему говорю творческий? Потому что вы все время находитесь в каком-то поиске чего-то нового. У вас есть какая-нибудь задумка новой программы? Может быть, для другой категории больных? Может быть, для других диагнозов? Ну, у нас есть сейчас определенные планы. Я не буду их раскрывать. Видите, тоже тайны есть. Я скажу, короче, любой каприз. Да? Да. У нас есть... Это редкий мужчина тогда просто. В этом году мы осуществили еще одну новую программу. У нас есть памятник неизвестному матросу. И возле этого памятника есть пост. Пост номер один, в котором находятся детки. Дети приезжают туда с апреля по ноябрь месяц. Они приезжают в 8 утра. Уезжают оттуда в 3 часа дня. И не носят уже с собой котлетки? Нет. Они... Сейчас к нам обратилась департамент образования. Мы тоже рассчитали свои возможности. Купили еще один видинговый аппарат. Установили там его. И сейчас детки получают полноценную еду. Потому что раньше они ее получали. Но они получали ее с понедельника по пятницу. А с пятницы, субботы и воскресенье у них был так называемый сухой паек. Вот сегодня дети получают полноценное питание всю неделю. Городской совет принял решение. Немножко повысил стоимость питания. И я могу сказать, что мы уже как бы наша компания от себя еще. И мы знаем о том, что каждый ребенок там ходит на пост. Он испытывает физические нагрузки. И ребенок должен питаться хорошо и получать еще какие-то витамины. И мы детям даем обязательно и яблоки, и апельсины, и бананы. Видите, как важно это. Вот достойный отец. Спасибо вам, во-первых, за это. Я теперь только поняла. У меня друзья приехали на празднование 9 мая в Одессу из Белоруссии. И они все время говорят, вот мы были на Аллее Славы, там столько народу, там столько цветов было. Мы очень много ходили, бродили. Но мы там такое видели. Я говорю, а что же вы увидели? Вот это я вам обязана рассказать просто. Там в маленьком домике, где едят дети, которые на посту стоят, стоит машина. И она выдает еду. Вот скажите, а как происходит загрузка? Вот вы сколько раз в день загружаете все это? Потому что для меня это действительно, ты недаром вспомнила в начале разговора, вот этот автомат, который газировку выдавал. Потом у нас появились машины-банкоматы, там где и стенки деньги вылетают. Но вот когда из машины первая, вторая, третья выходит, это действительно фантастика. Машина загружается в зависимости от цикличности питания. Если это есть завтрак, обед, ужин, то машина загружается три раза. Если это обед, машина загружается, естественно, один раз. В машине работает программа следующим образом. Она может, доставая из ячейки определенный вид продукта, она может либо его разогревать, либо отдавать его непосредственно в окно выдачи при температуре, которая была в холодильной камере, плюс 5 градусов. Это мы говорим с вами о каком-то, допустим, гарнире и салате. А если это первое блюдо, то первое и второе блюдо нагреваются до температуры плюс 62 градуса. Спасибо. Куратко говоря, это смесь микроволновки и холодильника. То есть там есть функция. Вот там и холодильник, и микроволновка. Сколько людей попадут в домах посмотреть на эту машину. Это было очень интересно. Когда, в общем, начали работать по этому виду, и приходили очень много гостей, которые сказали, а кто за это платит? Люди могли понять и поверить в то, что это будет за счет города. Что это платит город, и что эти суммы вкладываются в сотни миллионов. Вопросы, вы меня спросили, как-то мы так ушли от этого разговора, как же организовано в других странах. Так вот, в странах Евросоюза пациенты получают питание только в таком виде. Порционное, дозированное, запечатанное. При том, что там есть такие специальные термо-сейфики такие. И там вообще может поступать это питание в таких сейфиках. Тоже многоразового использования. То есть, вот такого вот терпака, тарелки. Наши роды там в Евросоюзе уже. В Евросоюзе. Ну, Ирина потихоньку раскрывает наши дальнейшие планы, поэтому... Уже мы успокоились по этому поводу. Но я вам хочу сказать только одно. Мне кажется, что вот как бы там дальше не сложилось. Знаете, вот у меня бабушка и дедушка, вот они здесь пережили оккупацию. И как-то мы сидели, у нас была большая семья, мы часто собирались. И всегда вот вспоминала бабушка в те времена, она говорила, самое большое количество вкуснейших блюд было в самые голодные годы. Потому что умели готовить. То есть, чем больше творчества человеческого, тем можно удешевить эти продукты. И мне кажется, что мы все равно найдем выход из ситуации. Обязательно. Найдем, конечно же, найдем. Обязательно. Быть такого не может. Катерина Ефремовна, правда, не может такого быть? Нет, не может. У вас же настолько разнообразное питание. Вы ни разу не сказали слово сосиски. Вы ни разу не сказали пельмени замороженные. Тогда только просят. Я могу дать один раз в два месяца. Ну, потому что люди хотят, может быть, домой взять на три дня. Конечно. С работниками, наверное, просят что-то. Конечно. И все-таки предпочтение тому, что готовят ваши повара. Ведь отменно готовят. Хорошо и вкусно. Ну, благодаря вам есть кого поучиться. Благодаря вашим поварам и вашим, Надежде Васильевне. И все-таки давайте, может быть, мы сделаем коротенькую такую вот мгновенную паузу и подумаем, о чем вам мечтается. Чего бы нужно было бы еще сделать нам всем вместе, одесситам, вместе с городской властью. Для того, чтобы, может быть, наш опыт в области вы передали. Может быть, все те люди, которые сегодня нас смотрят, я уверена, что очень большое количество людей даже не подозревает, что вот такое у нас происходит в городе с питанием. И какая машина большая крутится и вертится вокруг этого. И какие огромные ассигнования идут из городского бюджета. Спасибо практически всем, кто занимается вот таким очень сложным делом. Вот все-таки о чем мечтается? Давайте-ка начнем с мужчины, поскольку он, видите, какой творческий у нас. Ну, я бы хотел, чтобы в нашем городе сохранился покой. Это моя самая большая мечта и желание. Я хочу только этого. Да, это так, это очень важно. И главное, мне кажется, я сразу вашу мысль добавлю относительно покоя, что те люди, которые сегодня кидаются лозунгами, которые вспоминают какие-то дела давно минувших дней, понимали, что делается сегодня и ценили то, что делается сегодня в городе городской властью. Это очень важно для того, чтобы сравнить со целым, с областью, с целым, в целом, со стороной. Мы все-таки идем вперед и во многом мы очень первые и сохраняем все это все. Надежда Васильевна. Ну, а при таком покое, как говорится, в городе мы притымемся абсолютно в мере, чтобы наших детей, учащихся, как говорится, нашу нацию, наше будущее растить здоровыми, то есть кормить нормально и отдавать свои все силы для того, чтобы было все хорошо. Я Вас очень прошу, вот тех женщин, которые встают чуть свет и начинают руками замешивать такое количество теста, дайте нам возможность, предоставьте нам фамилии, чтобы они могли немножко передохнуть, может быть, тоже за счет города, для того, чтобы еще лучше и еще больше они понимали, как они нужны, нужны всем тем детям, которых они кормят. Вы знаете, вот я слушаю критиковать, вот, ну, у нас сегодня так принято, у нас много программ, у нас много журналистов, деятелей, которые критикуют. Критиковать всегда легко, а вот стать и сделать, как сегодня это делается, строятся детские сады, которые не строились очень давно. Возвращаются в город из той аренды, что отдавали раньше. Да, делаются капитальные ремонты пищеблоков, и не только пищеблоков, делаются и крыши, и спортивные, и в школах, и в больницах. Это колоссальная работа, асфальтируются дороги, то есть, несмотря на все сложности сегодня в стране, работа не прекращается. Все соцпрограммы наши все работают, которые работали, ну, многие говорили, это выборы. Ну, чего здесь скрывать? Прошли выборы, ни одна программа не остановлена. Все работают и все делают свое дело. Все социальные программы остались живы. Вот знаете, когда каждый делает свое дело, тогда и детки счастливы, и мы здоровы, и мир в стране, и в семьях покой. Спасибо. Вот хотелось бы так. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы очень правильно все почувствовали, по-женски правильно. Я хочу сказать, мир о спокойствии в нашем городе, ну, и, конечно, программа, чтобы была дальше, а мы будем стараться. Вы знаете, наверное, вот вам не хотелось бы всем тем, кто занимается теми столовыми для малоимущих, мне очень бы хотелось пожелать, чтобы как можно, может быть, меньше людей нуждались в том, чтобы они приходили вот за этим одноразовым горячим питанием. Особенно тех, которые еще и вне бюджетные. Они ведь действительно их все больше и больше становятся. К сожалению, и становятся. Хочется пожелать, чтобы было меньше, чтобы каждый человек в своем доме имел возможность приготовить, за что купить, что купить, и приготовить, и быть сытым. Это ваш по-своему, да? Ну, в всяком случае, мне одного человека не оставило голодным. Спасибо вам за это. Спасибо и низкий поклон всем тем, кто занимается вот таким очень добрым, благородным делом, благотворительным делом. Вы знаете, я думаю, что этот город можно или любить, или вообще тут больше нечего им делать. Поэтому я абсолютно убеждена, с этим городом все будет благополучно. И мне бы то хотелось сказать, что этот город, когда кормят одиноких, это не только еда, это любовь и внимание. Я даже не знаю, людям иногда это больше нужно, даже чем просто покушать, да? В отношении деток я абсолютно убеждена в том, что мы их всех накормим, мы никого не забудем, мы накормим вкусно, качественно. И с розовыми щечками. И умеют это сделать так, как иногда это не умеют или не имеют возможности сделать мамой. Я хочу этому городу пожелать, чтобы в этом городе все жители стали гражданами этого города. Потому что быть гражданином одесситом, это очень высокая честь, но это и очень большие обязанности. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы мы легализовали всех тех людей, которые у нас ищут лучшие доли. И мне бы очень хотелось, чтобы они вот прописались в нашем городе, жили в нашем городе, умножали наш город, чтобы они платили налоги, как те, которые платят их сегодня, за счет чего у нас есть тончатое питание. Я всем нам желаю гражданственности, уверенности в завтрашнем дне. Ну и, конечно, быть одесситами, это очень высокое звание, его надо нести гордо, очень гордо. Спасибо. Вы сказали о той категории людей, которые становятся одесситами, в силу того, что они такое слово очень современное, но горькое слово, переселенцы, которые должны понимать, что они уже одесситы, что нужно находить возможность и работать, и участвовать налогами своими в жизни этого города, понимая, что наши собранные налоги в бюджете идут на очень благие и хорошие дела. И мне, вы знаете, вот я сейчас слушала вас и думала, что все-таки патриотизм, наверное, это слово-то громкое, но оно должно быть в сердце у каждого человека, и тогда ты понимаешь, что своим небольшим делом, со своим небольшим коллективом, за очень небольшую зарплату мы делаем великое дело, великое дело, потому что это все наш родной город, это все наши одесситы, это наши дети, это наши старики, это наши роженицы с желанием быть многодетными семьями. И мне очень бы хотелось обязательно сегодня вспомнить тех людей, которые сегодня появляются. Их не очень много, но они стали появляться. Это те люди, которые сейчас организовывают со своими компаниями, со своими благотворительными обществами бесплатное питание тех, кто требует этого. Это и есть такая общественная организация «Святость материнства», предприниматель, уважаемый очень человек Михаил Викторович Капустянский. Это династия, которая кормит этот город долгие годы. Его мама Дина Григорьевна, я обожаю этого человека, потому что когда входишь на пищеблоки во второй, в пятый интернат, хочется одеть маски, перчатки, халаты, сказать скальпель, настолько все чисто, все скрипит. Это третья больница детская, в которой звание получила, самый чистый пищеблок мира, по-моему, не знаю чего. Но туда то же самое, все звенит. Вчера, я смотрю, мы были в больнице Резника, в детской больнице номер 2, да? Да. Целая комната, в которой каждая швабра подписана, отчего она висит на отдельном гвоздике, каждый халат подписан, где чего убирают. Вы знаете, ну такое уважение вызывает вот это отношение к делу, которому ты служишь. И это черта одесситов. Спасибо вам всем за то, что вы есть. Я знаю, что мы не называли очень многих, что целая армия стоит за тем, чтобы у нас все были сыты в этом городе. Низкий поклон вам, благодарность. Низкий поклон всем тем, кто занимается питанием. И особое спасибо тем, что наш город, несмотря ни на что, ни на какие перипетии в стране, в области, наш город находит возможности в этом городе и накормить всех, и сделать их улыбчивыми не только 1 апреля. И еще дать пищу духовную, потому что у нас 200 фестивалей, да еще и гостей туристов пригласить. Это нужно ценить. А все остальное, что нам мешает, я думаю, что это временно оно пройдет. И люди у нас взрослеют и начинают понимать, несмотря, кстати, на то, сколько им исполнилось. Спасибо вам всем. Спасибо вам, дорогие, что были вместе с нами. До следующей встречи. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.